добрый день дорогие друзья добрый день пользователи канала сегодня пятница 18 ноября 22 года я вас приветствую из брюсселя и продолжаем говорить о политике сегодня хотел бы продолжить наш разговор о сша потому что он принимает все более и более значимое направление направление которое отразится на наших с вами жизни где бы мы не находились я имею ввиду конечно не только наших американских собеседников и не только американцев но также и всех граждан мира потому что наблюдаются серьезные изменения в американском политическом курсе в связи с тем что республиканцы пришли к власть в палате представителей в большинстве я в курсе того что многие наши американские собеседники разочарованы тем что не случилось красной волны то есть республиканцам не удалось прийти во власть в обеих палатах конгресса то есть в сенате по-прежнему не бьют гнездо оппоненты президента трампа конечно это разочарование безусловно безусловно это сложная ситуация для него и для республиканцев поскольку им не удалось как предполагалось по опросам общественного мнения потому что очень многие профессионалы в этой области занимались изучением этого вопроса они считали что в сенате должно быть 54 голоса у республиканцев это были именно научные исследования то есть я хочу сказать что это не просто какие-то опросы нет этим занимались эксперты поэтому была определенная уверенность и потом за ней последовало разочарование потому что даже если сейчас в штате джорджия победит кандидат от республиканской партии это не изменит ситуацию то есть тогда будет 50 50 то есть сенат будет расколот и решающим голосом будет тот который принадлежит камале харрис вице-президенту который одновременно является и президентом сената в этом отношении это было весьма неблагоприятным для республиканцев но наверное еще большим ударом было то что во главе сенатского меньшинства остался монстр вашингтонского болота одиозный персонаж американской политической жизни миш макконнелл тот самый миш макконнелл вечный сенатор вечный персонаж вашингтонской политической жизни который был первым кто поздравил джо байдена камалу харрис он был первым кто отрекся фактически от дональда трампа он был первым кто не поддержал его претензии и его иски в судах то есть это был колоссальный удар можно сказать удар в спину потому что миш макконнелл избрался в штате кентакки кентакки или как правильно говорить по-русски кентукки именно благодаря поддержке дональда трампа не стоит этого недооценивать и сейчас у него поддержка среди избирателей родного штата всего в семь процентов но как вы знаете сенаторы избираются сроком на 6 лет возможно слишком долго слишком долгий мандат и ему удалось заручиться поддержкой 37 коллег по сенату таким образом 37 против 10 и он оказался опять лидером это создает очень сложное положение сложную ситуацию но у республиканцев и есть и яркие личности яркие звезды и я хотел бы в этом материале обратить ваше внимание на ту атаку на ту военную кампанию в полном смысле слова который развернул против федерального бюро расследований отважный сенатор джош хаули именно отважный сенатор потому что его жизнь подвергаются опасности ему текут угрозы не только ему но также его жене его охраняют с удвоенной силой потому что его жена маленький ребенок и соответственно он действительно берет на себя колоссальные риски на этот раз я выложу ссылку на то интервью которое состоялось сенате и на которое был приглашен глава федерального бюро расследование кристофер рей или крис рей который известен тем что в прошлый раз когда его пригласили на аналогичное слушание он сослался на то что у него уже имеются договоренности и он не может остаться на вторую сессию этого интервью он должен уехать и он уехал а потом американская пресса выяснила что он уехал на отдых что он уже не можно сказать зарезервировал свой отдых заранее и поэтому он предпочел так приятно провести время вместо того чтобы отвечать на вопросы сенаторов конечно это скандал и на этот раз хаули начал с того что стал расспрашивать готов ли он отвечает на вопросы сенаторов или опять его ждет самолет я хочу подчеркнуть что директор этой организации всегда перемещается только исключительно с государственными средствами транспорта то есть это всегда государственный самолет и соответственно остается ли он на вторую сессию или он опять отбывает на отдых и далее хаули объяснил что в сенат приходят агенты этой организации то есть агенты федерального бюро расследований которые подают рапорты которые рассказывают о том как их низко используют для того чтобы создать впечатление иллюзию того что в сша есть какой-то внутренний терроризм они сами рассказывают о том и жалуются на то что верхушка эта организация использует их для того чтобы создать впечатление в сми и создать впечатление у американцев что действительно есть граждане которые что-то замышляют против власти и государству нужно бороться с этим внутренним терроризмом в то время как это является чистой воды заказом демократов то есть это использование государственных институтов которые должны стоять на охране законности в целях внутриполитической борьбы демократов которые они ведут против республиканцев то есть они вернее сенатор хаули привел эти случаи когда священнослужителя скажем вывели под угрозой оружие из дома несмотря на то что он был готов сам явиться по первому требованию на интервью скажем это даже не был допрос потому что он был свидетелем он не был обвиняемым и он был готов сотрудничать он был готов он об этом заявлял тем не менее к нему в дом ворвались испугали его малолетних детей и таким образом создали эту сцену якобы опасного элемента которого нужно под дулами огнестрельного оружия выводить из дома это конечно грандиозный скандал как и многие другие потому что теперь уже это очень важно понимать агенты фбр приходят в конгресс они приходят уже в серьезных количествах скажем так и они подают рапорт они говорят мы не хотим в этом участвовать потому что это наши сограждане они ничего не замышляют они пользуются своим правом выражать свое мнение они выражают свое мнение но нас направляют на то чтобы создавать иллюзию какого-то внутреннего восстания что не является никак не соответствует действительности и поэтому разоблачая бесчинство фбр сенатор хаули сказал он спросил а можете ли вы по-прежнему занимать эту должность директора этой организации уважаемые и неуважаемый господин в то время как вы творите такие бесчинства потому что он в этом выступлении хочу действительно чтобы просмотрели те из вас кто владеет английским языком в каких тонах оно происходило потому что действительно из инструмента поддержания законности фбр превратились беспредельщиков инструментом насилия демократической партии которые она использует для расправ над политической оппозиции это очень важно понимать и я считаю что это настоящий подвиг сенатор хаули что он несмотря на угрозы которые ему постоянно поступают ему его семье а вы знаете угрозы от демократов это очень серьезно и вы знаете что есть список клинтонов список тел клинтонов он все равно этим занимается я хотела бы подготовить отдельный материал про то как трансформировалась эта организация в р из той которая должна защищать законность в ту которая стала инструментом репрессий и расправ и не только над американцами но также и над граждан мира и это касается и россиян дорогие друзья надеюсь что этот материал был вам не бесполезен я не могу не всего здесь приводить всего того что сказал сенатор потому что это не сенатор и я не хочу создавать ситуации которые могли бы привести к последствиям для моего канала но я надеюсь что я сказала вам уже достаточно мы обязательно продолжим этот разговор я благодарю всех тех кто принимает участие в дискуссии кто ставит лайки кто пишет комментарии слова благодарность моему каналу и также отдельно грандиозное спасибо всем тем кто поддерживает мой канал донатами спасибо вам большое за ваш элегантный жест и я также надеюсь на то что вы примете участие в нашей дискуссии